Итак, в этом уроке рассмотрим еще один компонент блок-кода, это генерация ШИМ широтной импульсной модуляции, вынесем сразу этот элемент на приборную панель, он находится у нас в мехатронике PWM, вот так он выглядит, заходим по порции, здесь мы видим количество PWM каналов для выбранного контроллера, Flowcode, насколько я помню, не поддерживает более одного канала на одном контроллере, но со вставками на C можно добавить еще каналы, что нам надо здесь, здесь нам надо выбрать частоту, на которой будет работать ШИМ, допустим сейчас сделаем простейший вариант, мы хотим какую-то фиксированную частоту и изменять именно скважность импульс, то есть здесь есть вот делитель, здесь выбрана частота кварца, которую мы указали в настройках проекта, здесь период его и вот тут получающая получается частота ШИМ сигнала, если мы будем изменять делитель, то будет изменяться частота, пусть будет вот в районе 240 Гц и еще частоту можно изменять настройками периода регистра, то есть вот мы убавляем период и частота увеличивается, что за период, он имеет значение от 0 до 255 и это определяет количество шагов, которые мы сможем выполнить при изменении скважности, то есть сейчас я могу менять скважность импульсов, выполняет 211 шагов, если я поставлю допустим 200 шагов максимум, установили такую частоту, давайте оставим 200 шагов, частота 310 Гц, нажимаем применить, ок, выполнять какие-то подключения нет необходимости, они, эти выводы, выхода ШИМ четко зафиксированы на контроллере, в данном случае, на ATMEGA 8 они находятся вот PB1, PB2, в зависимости от канала ШИМа, для начала давайте просто сделаем так, чтобы скважность сама менялась от 0 до полного заполнения, 100 процентов, создаем цикл программы, вводим макрос компонента ШИМа, ставим макрос компонента, заходим в свойства, выбираем PWM, здесь функции Enable включить, задействовать компонент, Desable отключить, установить скважность импульса, можно изменить период, который изменял от 0 до 255, и можно изменить скважность в 10-битном разрешении, не помню точно поддерживает ли его флоу-код, я не пользуюсь, итак, сначала включаем, разрешаем компонент ШИМ, ставим его перед циклом, так как это нужно сделать просто один раз, если в настройках, если дальше в программе компонент не включается, а включим постоянно, то выносим включение компонента за цикл при инициализации программы, дальше ставим, также за циклом ставим элемент калькуляции, добавляем новую переменную, пусть это будет например n, которая будет определять скважность, тип byte ok и ставим что n равно 0, в начальный момент импульсов у нас не будет, дальше ставим компонент макроса, заходим в него и пишем установить скважность равную нашей переменной n, ok, начнется генерация со скважностью, точнее не со скважностью, а когда период регистра равен n, равен нулю, то есть импульсов у нас здесь не будет, так дальше пусть будет пауза, например 500 миллисекунд и потом пусть n начнет возрастать, n равно n плюс, ну пусть будет плюс 1, то есть n будет изменяться от 0 до 200, с шагом в 1, в одно значение, также надо добавить ограничения, если n равно 200, если n равно 200 максимальное значение, то мы надо опять обнулить его, чтобы цикл начался заново, то есть при выполнении этого условия мы обнуляем переменную n, если же условие не выполняется, то мы продолжаем прибавлять эту переменную, так цикл включили, пауза, вроде все, запускаем симуляцию и смотрим, что вот при заданной частоте, сколько там 300 герц, скважность начала возрастать, ой, скважность уменьшается, длительность импульса возрастает и постепенно она доберется до конца, давайте сократим время для наглядности, 100 миллисекунд, запускаем и смотрим вот эту форму импульса мы имеем на выходе контроллера, вот он дошел до максимума до 200 и обнулился, начинается заново, посмотрим как ли выглядит симуляция профпротеуса, для этого сохраняем проект, передаем hex файл, подключаем осциллограф на выход в данном случае OC1A и запускаем DC вход, синхронизация и вот мы видим, что происходит сигнал с постоянной частотой и изменяющейся скважностью теперь давайте сделаем, чтобы можно было кнопками регулировать скважность добавляем кнопки на панель пусть будет, что там, ну c5, c4 подключены они, заходим в connections, c4, c5, подключили кнопки, можно изменить их внешний вид, для удобства так, изменить тип на momentary, чтобы он не при нажатии на кнопку в watching, он кнопка останется включенной чтобы при отпускании кнопки она сама возвращалась в выключенное состояние, ставим моменты, здесь можно указать время миллисекунды, допустим 10 или 20, для подавления дрейбезга кнопок, есть такое вредное влияние, которое может добавить проблем при управлении микроконтроллером, ну допустим, поставим 10 миллисекунд, применить, окей, так же изменяем вторую кнопку инициализация остается той же, здесь сразу происходит считывание состояния порта добавим две переменные, пусть будет button 1, кнопка 1 тип, bool или byte, без разницы и button 2 окей ставим переменную button 1 это мы опрашиваем порт c4, куда подключена первая кнопка окей копируем этот функцию здесь переменная button 2 будет определяться второй кнопкой подключенной к порту c5 окей и здесь ставим условие если если нажата первая кнопка то есть button 1 равно 1 то пусть будет прибавление скважности то есть прибавление длительности периода импульса ставим n равно n плюс 1 и так же в условии можно добавить что если кнопка равна 1 и логический оператор и n меньше 200 то будет выполняться прибавление как только кнопка не нажата или n стала равна 200 в этот цикл программа не зайдет копируем это условие ставим его ниже и здесь ставим определение для второй кнопки если вторая переменная не зайдет button 2 равно 1 и n больше скольки ну больше одного окей то мы будем уменьшать длительность импульса n равно n минус 1 устанавливаем период делаем паузу это условие убираем так вроде бы все проверяем нажимаем первую кнопку скважина длительность импульса увеличивается отпускаем она останавливается нажимаем увеличивается нажимаем вторую кнопку длительность уменьшается отпускаем зафиксировано таким способом можно вручную регулировать длительность импульса то есть осуществляться шим регуляции компилируем проверяем протеус так что у нас там c4 c5 c4 c5 это пока удалим добавляем кнопку по условию активный уровень на выводе когда логическая единица поэтому кнопка подает единицу резистором ножка подтянута к нулю c4 сюда c5 сюда запускаем симуляцию прибавляем вот кнопка нажата длительность длительность увеличивается отпустили нажимаем вторую длительность уменьшается ну и так же сделаем еще один способ управления это управление АЦП удаляем кнопки эти условия удаляем поставим период максимальный чтобы использовать весь диапазон изменения АЦП добавляем канал АЦП подключен пусть будет к первому каналу настройки можно оставить те же или уменьшить частоту ставим макрос компонента АЦП считаем как байт и поставим какое-нибудь байтовое значение ну в данном случае n то есть напряжение напряжение переменная n будет пропорционально напряжению на входе АЦП нажимаем ok так считали АЦП передали все нажимаем и смотрим что длительность импульса пропорционально напряжению которое на входе АЦП у нас компилируем проверяем протеусе возвращаем сюда потенциометр на первый канал его подключаем и смотрим за формой импульса минимальное напряжение минимальная длина импульса возрастая до максимума при среднем положении потенциометра скважность равна 50% нет до 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 до